Как раз хочу говорить о том, что Слово Бога, оно живое. Мне так жалко тех, которые не познали, что оно живое. Потому что они читают Слово только как букву. Могу сказать, ничего не знают. Не знают. Потому что буква ничего без Духа не открывает. Вот к Евреям 4.12 написано. Ибо Слово Божье живо и действенно. И острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения Души и Духа. Составов и мозгов. И судит помышления и намерения сердечные. Вы знаете, говорю сейчас, и прямо присутствие здесь такое. Господь, мне хочется дать тебе место. Вы не представляете, какая прелесть Слово Божье. Оно всегда приносит разделение. Это сказал кто? Тот, кто написал к евреям. Павел. И это истинная правда. Потому что Слово Бога — это меч обоюдоострый. Со всех сторон острие. Написано оно проникает и приносит что? Разделение. Какое разделение? На душевное и духовное. Если не проникло Слово Бога в человека, он не отличает душевное от духовного. Потому что разделение не произошло. До разделения составов и мозгов. То есть все меняется. Происходит разделение. Свет. Свет всегда приносит разделение на черное и белое. Там уже, где свет яркий светит, серого нет. Нету такого замытого видения. Там очень яркое видение. Поэтому сказано, что тут же судит. Вы читаете Слово Бога? Тут же судит, как не любят это Слово. Но это говорит Писание, что если Слово Бога к тебе проникло, оно тебя тут же судит. Твои помышления, твои намерения, сердечные, тайные. Оно тут же судит. Правильно, неправильно. Душевное. Это духовное. И человек начинает видеть. А если видит, то что происходит? Меняется, да. Через покаяние меняется. А если Слово Божие не проникло, человек меняется. Нечем, нечем хвастаться. Я 20 лет церкви, я 30 лет церкви, нечем хвастаться. Покажи, ты один день можешь прийти, и Слово Божье проникнет и разделит, и ты будешь новым творением во Христе Иисусе. Один день решит твою судьбу. И можешь 30 лет ходить и быть одним и тем же. Потому что Слово Божье скользит по ушам и не проникает во внутренности твоим. А что же такое Слово Божье? А Слово Божье, мои хорошие, это Сам Бог и есть. Значит, кого не впускаем, а кто по ушам только проскальзывает? Отмахиваемся, чтобы не слышать. От Бога отмахиваемся. Когда не хотим принимать Слово Божье, мы от Бога отмахиваемся. Потому что Слово Бога и есть Сам Бог. И когда мы Его впускаем, мы в себя впускаем Бога. Он может жить внутри нас, но живет Словом, если мы Его принимаем. Ни букву, нет, ни в коем случае. Слово. То есть, животворит. Дух животворит Слово. Если мы принимаем Дух, который животворит Слово внутри нас, живое Слово. Внутри живет Слово Бога, оно говорит с тобой. Оно останавливает тебя, потому что оно судит. Оно обличает. Оно направляет. Оно изменяет. Оно преображает. Ты не можешь преобразиться, если нет у тебя Слова Божьего. Ты сам в себе и все в порядке у тебя. Но в ком есть Слово Бога, в том-то и живет Христос. Потому что Христос — это что? Слово Бога, которое сошло на землю. А как оно сошло? В букве? Нет. Буква была дана Моисею. Оно сошло в Духе. И Он принес Дух этого Слова. И те, кто не имеют Слова Бога, в себе не имеют Христа. Сколько хочешь, называйся христианином. В тебе нет Его. Ты только название. Но в тебе надо видеть. В тебе должно жить Слово, которое тебя преображает, изменяет, осуждает. Которое отделяет в тебе внутри. Все, что было душевным. От духовного ты видишь разницу. Если я жила раньше по душе, я больше не хочу жить по душе, я избираюсь жить по духу. А это, извините, другая жизнь. Совершенно другая. Если Бог судит нас по намерению, по мышлению, то это судит через Слово. Я хочу еще прочитать вам 1 Иоанна 2, 3, 6. Тут говорится так. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, то есть Бога, я познал. Но заповеди Его не соблюдают, то ты лжец. Хорошо сказал. Заповеди не соблюдаешь. Ты кто? Ты лжец. Говоришь, я Бога знаю, Он у меня в сердце. А где заповеди? А где соблюдения? Ты лжец. И нет в тебе таком человеке истины. Нет истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась. Любовь Божья совершилась. Вы слышите эти слова. Кто соблюдает Его Слово, Его заповеди. В том совершилось любовь Бога. Из всего узнаем, что мы в Нем. Из чего? Из того, что Слово Бога живет во мне и я исполняю заповеди. А заповеди Божьи это любовь. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдают, тот илжец. если ты говоришь, что ты Его познал, ты должен был через заповеди Его познать. Он открылся через заповеди. Через Слово. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась. из всего узнаем, что мы в Нем. И послушайте, не только Он в нас, но мы в Нем. Это гораздо больше, чем просто Он в нас. Мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступает. А знаете, почему вот это слово хочу вам разъяснить? Если мы в Нем, значит, Он снаружи. Значит, вы в Нем. Действует Он. Вы вроде двигаете, а действует Он. Если вы правда в Нем. А если нет, то вы можете проявить себя и свой характер и свое поведение показать всем. И на это говорить. Вот написано, мы в Нем. Покажите. Покажите. Я должна увидеть Христа. Тогда вы в Нем. Итак, Дух Слова Божьего, это Дух Христа. А это и есть любовь. Любовь, которую Бог излил к нам в заповедях Своих. В Слове Божьем живет любовь. Это любовь и есть. И естественно, если мы это принимаем, если мы принимаем полностью Христа, и мы тогда внутри этого Слова и будем поступать так, как Он, будем действовать, как Он, поступки будут проявлять Христа, потому что будут самопожертвованы. Душевное все требует для себя. Удовольствие себе, чтобы Ему угождало. А Духовное думает о других. Совершенно иначе, потому что Духовное это то, что Христос отдал Себя в жертву. Тогда совершенно иначе проявляется любовь. Мои дорогие, если не произошло этого разделения, надушевное и духовное никогда не станете духовными. Мы знаем, что буква она убивает, она просто судит, она просто констатирует факт. Грех, вот это, грех, вот то. Она обнаруживает, что такое грех. Поэтому, когда Моисей дал закон, этот закон прекрасен. Но он обнаружил грех, он показал, что такое грех. Если до этого человек не знал, что нельзя воровать, сейчас сказано, нельзя. Но Дух Божий это жизнь, Слово Бога это жизнь. Оно не просто говорить нельзя, оно тебя меняет, ты уже сам не хочешь. Понимаете, что такое Слово Бога? Это Дух и жизнь, которые ты даже не думаешь, можно или нельзя, ты не хочешь. У тебя настолько все поменялось, что ты не хочешь, тебе не надо закон. Почему и говорится, что любовь исполняет закон, не надо закон для тех, в ком Слово Бога живет. потому что ты просто изменился. Меняет Слово Бога. В кого меняет? В образ Христа. Буква оживает. Буква оживает. Мы все с вами, я думаю, я надеюсь, когда читаем Писание, если Дух Святой открывает, видим, как вдруг буква ожила, и Писание стало говорить, ты уже не читаешь, а слушаешь, вот тогда происходит это же духовное действие. Тогда входит тебя уже живой Дух, живое Слово. Итак, Дух Божий что делает? Животворит. Животворит. Животворит, в первую очередь, Бугу, потом нас. Уже через эту букву, оно стало Словом. Как сказано, ибо Слово Божье живо. Слово Божье действенно, и оно острее, всякого меча обоюдоострого. Оно острое. Как некоторые говорят, ой, не говорите так, это больно, вы сказали больно. Ну, ссори. Но оно острое. Слово Божье острое. Если оно не поранит, оно не отрежет. Я могу ласкать, но это будет не меч. Это пальмовая веточка. А про него сказано, что оно острое, обоюдоострое. Понимаете? Для чего? Для того, чтобы разделяться. И это любовь. Это любовь Бога к нам. Настолько нас любит, Он хочет нас совершить. Если такое разделение не происходит в нас, душевное от духовного не разделено, человек продолжает быть душевным. Человек не знает Бога. Человек не знает Слова Божьего. Человек не изменится. Понимаете? Он остается душевным. И даже будет думать, что Бог его ведет. Ну, ведет его душа, душенька. Понимаете, как важно в дух впустить в себя дух Бога. через Слово. Слово должно быть живое внутри нас. А раз живое, значит, оно внутри нас работает, действует, действует. Мы его слышим, мы к нему обращаемся, он даже дает ответы. Говорит с нами. Это Слово Бога. Это Дух Христа. Потому что Христос есть Слово Бога. Итак, никогда не забывайте. Как написано, кто говорит, я познал его, но заповедь его не соблюдает. У него нет истины. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он. Должен поступать так, как он. А Христос поступал когда-нибудь душевно. Я все время вижу, что он очень духовная личность. Он Сын Бога. В нем был Дух Бога. И все поступки его духовные. Все ответы его были духовные. Вся жизнь его была Дух на земле. Правда? Но если у нас этот же самый Дух, какая будет у нас жизнь, как мы изменимся, не надо забывать, что Слово Бога это и заповеди. Заповеди, которые оставлены нам. И они в любви. Это потому, что Бог человеколюбивый. И заповеди, которые нам оставил, тоже человеколюбивые. Они не гибель для нас. Не надо их бояться. Они нас сохраняют и приводят в небеса. Если мы не познаем их, мы не придем в небеса. Мне так хочется, чтобы мы это осознали. Что мы полюбили, как говорил Давид, что он любит, для него это сладостно. Божьи заповеди, Божьи закон сладостно. А как иначе, когда это благодать? Как иначе? Вы знаете, что Божья благодать и Божьи заповеди это любовь. Поэтому, вот Иоанн пишет об этом. 1 Иоанна 4, 7, 8. Он говорит, возлюбленные, будем любить друг друга. Потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Следующее место. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Если вы будете говорить, мы так любим вот этих грешников в этом мире, а эту сестру я ненавижу, а эту я не люблю, а с этой я не разговариваю, с той я не здороваюсь. Кто вы? Лжецы. Так говорит Писание, не я. Это невозможно. Брата полюби. А почему брата тяжелее любить? Вот там на улице легче любить, я его не знаю. Нелегко говорить, я их люблю, потому что я с ними не соприкоснулась. Но стоит ему на мою мозолечку наступить. Где моя любовь? А вот здесь мы все время обтираемся. Не так посмотрели. Грубо сказать. Резко ответили. Из любви нет. Но Божья любовь не такая. Это человеческая и душевная любовь. Божья любовь не смотрит, как на тебя посмотрели и как тебе ответили. Если у вас Бог, который есть любовь, Он любит свою семью. Это семья Бога. Это семья Бога. Это его дети. Если вы не любите Божью семью, не лгите, что вы любите Бога. Тот лжец. Поэтому сказано в первую очередь, брата полюби. Сестру полюби. Полюби тех, которые являются семьей Бога. Понимаете? Вот тогда будет видно, о, правда, в нем любовь. Притворяться долго не сможешь. Все равно проявится, кому-то любишь, кому-то не любишь. Это уже не Божья любовь. Кто будет любить Бога, тот будет поступать так, как Бог. А Бог любит себя. Тем более свою семью. Он за свою семью отдал себя. За свою семью отдал себя. Он это сам сказал в последней молитве. что он отдал жизнь за кого? За тех, кого Бог послал. За кого Бог знает. Те, которые по слову Его приходят. Итак, 1 Иоанна. Иоанн много пишет о любви. Он апостол любви. 1 Иоанна 3, 16, 18. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. Вот в чем мы познали его любовь. Что он себя не пощадил, отдал свою душу, свою жизнь отдал за нас. И говорится, и мы должны полагать души свои за братьев. За братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Что Иоанн называет истиной? Это дела любви. Потому что на словах можно говорить, я так люблю, я так люблю, брата, сестру, люблю, я всех люблю. Но если твое сердце закрыто, на добрые дела к брату и сестре, если в тебе проявляется эгоизм, то вот, как говорит Иоанн, на практике покажи, на практике любовь покажи, тогда поверим, что у тебя есть любовь. Вы знаете, как это все на практике интересно проявляется, надо любить Божью семью. Мы посланы, конечно, в этот мир, мы посланы. Но если внутри вас будет та любовь, о которой говорит Иоанн, который призывает нас Господь, то мы естественным образом ее явим этому миру, естественным, не искусственным. вы знаете, я слушала одного интересного проповедника, Билли Джонсона. В его церкви большое пробуждение, то, которое мы ждем здесь, оно уже там есть. И у нас оно будет. Но хочу сказать, к нему приезжали молодые люди, группа, и сказали, научите нас, пошлите нас, чтобы мы пошли по магазинам, проповедовать, вот как, дайте нам эту установку, как. Он сказал, а я никого не посылаю на улицу проповедовую. Я никого не посылаю в магазины проповедовую. Мы просто делаем там закупки. Вот и все. Моя церковь просто ходит покупать. Но когда в тебе Христос, ты идешь покупать и приводишь людей в церковь. понимаете, как важно, чтобы ты нес Христа, чтобы в тебе был Христос. Вот и все. Тогда Слово Бога живо и действенно. Вы все делаете покупки, вы все ходите по улицам. Оно всех призовет и приведет. И привлечет. Откуда все узнают, что вы его ученики? Откуда? От крика? Не по гремушке? Не от крика. Очень хорошо сказано. Откуда все узнают, что мы его ученики? Все узнают. Если будете любить друг друга. Если будете любить друг друга, как это чудно сказано. Иоанна 13, 34, 35 говорится, заповедь новую даю вам. Это Иисус сказал. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга. Это его заповедь. Любите друг друга. Как? Как я возлюбил вас. Так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики. если будете иметь любовь между собою. Как они узнают, если мы будем иметь любовь между собой? Как узнают? Об этом надо кричать. А Иисус говорит, имейте любовь между собой, как я возлюбил. И тогда все узнают. И все скажут, там ученики Христа. А Деяние нам это показывает. Как узнают. Деяние открывает, как первые апостолы жили. Как жили первоапостольские церкви. Откуда все узнали, что они ученики. Все, там все показано. Вот посмотрите, как говорит Павел, 2 Коринфлина 8, 12-15. Вот это и есть возлюбите друг друга. Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет. А не потому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть. но чтобы была равномерность. Это Павел говорит, чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка. А после их избыток восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Это любовь. Это любовь. Это любовь. Вот это и есть любовь, когда каждый думает о ближнем своем, и не может равнодушно смотреть на нужду ближнего. Вот так жили первые апостольские церкви. Вот этим они были настолько удивительны для всех окружающих, что все окружающие увидели нечто, чего нет в этом мире. И вы знаете, если читать Деяния внимательно, вы увидите, что мы мечтаем иметь, но даже воображение наше не подходит близко к тому, как оно проявлялось в первых церквях. Деяния 31-35. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого. Хотим этого? И говорили Слово Божье с дерзновением. И у множества же уверовавших было одно сердце, одна душа. Какое единство? Одно сердце, одна душа. И никто ничего из имени своего не называл своим. Но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать на всех их. Не было между ними никого нуждающегося. Ибо все которые владели землями или домами продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось в чем кто имел нужду. кто готов иметь такую любовь? Я думаю ни одна рука не поднимется. И это честно. Потому что никто не готов иметь такую любовь. Но все хотим чтобы место поколебалось. чтобы дом сошел в великой силе. Да, мы живем в другое время. И я не призываю вас продавать то, что вы имеете. Нет, я показываю вам, что такое та любовь, которая творит. И если вы просто откроете свои сердца, и среди нас не будет нуждающихся, уже увидят что-то тут такое интересное. Вы знаете, уже это будет свидетельство для мира. Узнаю. Даже не сомневайтесь. Сейчас приходят в нашу церковь и говорят, у вас необыкновенная церковь. Вы какие-то другие. У вас семья уже видят. А когда мы еще больше исполним все любовью Божьей, я уверена, что больше узнают людей. Итак, Деяния 5, 12, 16. Тоже интересно. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения чудеса. Это то, что мы мечтаем. И все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Единодушно, без разделения. Один вправо, другой влево. Единодушие было. Из посторонних же никто не смел пристать к ним. А народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, чтобы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духов одержимыми, которые исцелялись всем. Вы знаете, мне иногда кажется, что мы когда читаем Писание, Евангелие, то мы как рыбу кушаем. Что-то взяли в рот, что-то выбросили. Потому и христианство такое, что что-то взяли, что-то выбросили. А вот оно. Мы хотим, чтобы бесы убегали, исцелялись, тень падала, исцелялись. Живите так. Это делает любовь. Как мне сказал еще в Белиси Господь, что животворит? Любовь. Что воскрешает? Любовь. Что бесов изгоняет? Любовь. Что исцелять? Любовь. Любовь должна стоять во главе церкви. Какая? В первую очередь к братьям и сестрам. К первую очередь. Любовь Божья. Его Святой Дух. Вот это помазание. Вот это присутствие, о котором мы мечтаем. И мы все с вами молимся об этом, правда? Я вам свидетельствую, что это все здесь будет все равно. Все будет. Но я хочу сказать, что она очень строгая, эта любовь. и очень строгая эта святость. Я не буду перечитывать, вы все знаете, что случилось с Ананей и Сапфирой. Кто из вас не знает? Поднимите руку, кто не знает, я ему лично расскажу. Это при том, что между братьями и сестрами была такая любовь, что они все вместе и жили вместе и целыми днями были вместе. И вдруг появились двое, которые не приняли во внутренность свою Слово Бога настолько, которое бы их обличило, которое бы разделило душевное и духовное. Но как все надо подделаться. Не бывает такого. Дух Святой это не только исцеление и изгонание беса. Это еще и святость, строгость и суды. Это суды. Там так сказано, который судит намерение и помышление сердечное. Вот оно пришло Ананя от Слова Бога. Осудило его намерение собрать Духу Святого. И что? Помышление скрыть. Вот вам, пожалуйста. Мы хотим святость. Хотим святости. Мы хотим Духа Святого. Еще раз поднимите руки. Хотим. Значит, надо как жить свято? Чтобы вот такое не произошло. Вот так чистенько надо жить. Вот так открыто пред Господом. начинайте уже сейчас. Пусть сейчас проведет разделение. Сейчас очистит. Чтобы когда пришел, вы были в числе тех, которыми любовались в мире. Которых видели и восхищались, потому что видели в них Христа. Слово стало плотью, сказано про Иисуса Христа. И все его видели. И Слово написано, что его все видели, видели его славу. А вы знаете, что в последнее время пробуждение должно быть более славным. И все должны увидеть силу и славу Слова Божьего в нас. Оно должно стать плотью. Вот так размножится Слово Божье на тысячи. Так сказал Иисус, правда? Если пав зерно умрет, принесет много плода. Сколько даст зерен? И каждый из нас должен стать Словом Бога. Живого плоти, чтобы все увидели славу Слова Божьего. Но для этого надо любить так, как любил Он. Он не пришел для того, чтобы творить волю свою, но чтобы послужить. Послужить и отдать душу свою. Это нужно заплатить цену. Служить надо, мои хорошие, телу церкви. В первую очередь. Посмотрите, Галатам 6, 10 говорится, итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверьем. Наипаче это что такое? Тем. А вы знаете, в греческом варианте, более дословный перевод, в основном же для своих поверьем. Основном. Понимаете? Полюбите братья и сестры. Любите друг друга. Прекратите обижаться. Прекратите дуться. Прекратите мстить. Прекратите ссорить. Это не должно даже именоваться в нашей среде. В нашей среде должна царствовать любовь. Царствовать. Понимаете? Я очень хочу увидеть это. Я очень хочу, потому что это все равно произойдет. Ну, могут некоторые не попасть, не оказаться. Деяние 2, 41-47. Еще. Чуть-чуть прочту. Итак, охотно принявшие Слово Его, крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. Около трех тысяч присоединились вот к этим вот церквям, потому что они так жили. И они постоянно, слушайте дальше, они постоянно пребывали в учении. Это необходимость. учение необходимость. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Это постоянно, каждый день. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе. и имели все общее. Мне так хочется, чтобы мы были вместе. В духе. И в душе. Чтобы мы были вместе. В единстве. Понимаете? И продавали имение и всякую собственность и раздавали всем, смотря по нужде каждого. и каждый день единодушно пребывали в храме. Честно сказать, удивительная церковь наша. Мы почти каждый день в храме. Это уже чудо помазания Божьей. Но когда сойдет слава Божьей, не будет выходных, будет каждый день в храме Божьей. Преломляя по домам хлеб, а по домам еще и хлеб преломляли. Принимая пищу в веселье, в простоте сердца, хваля Бога. И находясь в любви у всего народа, весь народ их любил. я не говорю за злых людей, это всегда найдется. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Я вам скажу, что Бог это хочет возобновить. К последнему времени Он готовит такие церкви. Еще раз повторяю, я не говорю вам продавать имения, чтобы не сказали, вот она учит. Нет, оставайтесь со своими имениями. Просто откройте свои сердца, чтобы не было среди нас нуждающихся. Чтобы мы помнили о нуждах. Чтобы сердца были такие любящие братьям и сестрам. Как вы можете показать любовь Бога к Его семье? Это семья. Это Божья семья. Понимаете? Это есть любовь. Чтобы не услышать, имею против тебя, что ты первую любовь потерял. А где первая любовь? Вот она. В первоапостольской церкви была первая любовь. Возвращаемся в эту любовь. Бог возвращает церковь в ту первую любовь. так любите друг друга. Чтобы были готовы послужить. Душу свою положить за братья и сестер. Тогда все узнают, что мы его ученики. Такой любви нет в этом мире. И Бог откроет сам эти двери. Сам откроет. И сам приведет сюда людей. как Он и обещал. Только будьте образом Божьим. Будьте образом Христа подобием. Пусть Слово Бога селится в вас. Примите Его живое действенное меч обоюдоострый который судит помышления и намерения сердечные отсекает душевное от духовного и преобразует нас. Преобразует в эту славу о которой мы мечтаем. Мечтаем. Тогда давайте будем так жить. Примем это и начнем так жить. Я вас всех благословляю. Мои хорошие.